Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля Привет, друзья! Давно на нашем канале не было роликов с разборами различной фитнес-ерунды, которую вы так любите смотреть. Надеюсь, что с точки зрения самообразования, не только чтобы посмеяться. Но сегодня у меня для вас кое-что интересное. Сегодня я буду разбирать видео легендарнейшего персонажа из просторов YouTube самого доктора Берга. Да, когда-то я уже делал обзор на другое его видео с очень-очень-очень странными идеями. И сегодня будет все равно то же самое. То, что вы сейчас увидите, может повергнуть вас в шок. Поэтому я заранее рекомендую вам убрать беременных и детей с неокрептим синикой от экранов. Это действительно настолько страшно. Но перед тем, как мы приступим к разбору, маленькое, но важное объявление. С сентября месяца действие системы «Честный знак» начинает распространяться также в обязательном порядке на майки, футболки, толстовки и другую одежду, которая продается в магазине workoutshop.ru. И поскольку мы не будем заниматься бесполезной деятельностью по маркировке, мы решили полностью отказаться от этого направления. Тем более, что сама по себе одежда магазину не приносила вообще никаких денег. Они ее производили чисто, чтобы поддержать движ, чтобы был какой-то мерч с любимой символикой. Поэтому до сентября магазин нужно распродать все те остатки, которые у него есть на складе. И по этой причине объявляется большая распродажа со скидками в 50%. Можете прямо сейчас заходить на сайт, пока еще большинство размеров есть в наличии, но они активно уходят и больше их не будет. Так что успейте сделать заказ, оформить и получить одежду с любимым логотипом движения Street Workout, которое прослужит вам долгие годы. После того, как уже ее будет нигде не найти. Можете спросить у ребят, которые наши толстовки носят с 2013 года, и они все так же дарят им тепло и комфорт на тренировках. Ролик, который мы будем сегодня разбирать, посвящен процессу восстановления, лечения от латерального эпикандилита. Это воспаление сухожилий мышц, разгибателей кисти и всего остального, которые крепятся с внешней стороны запястья. В свое время я страдал от достаточно сильного медиального эпикандилита. Это когда у вас воспаление мышц сгибателей с внутренней стороны. И сделал на эту тему два очень неплохих видео. Одно с быстрым решением, которое помогает большинству людей и лечит самый часто встречающийся случай. И одно с подробным разбором, в принципе, того, что такое медиальный эпикандилит, как его диагностировать, как его лечить. И дал там очень много полезной информации. Про латеральный эпикандилит, хотя он у меня был, но у меня была легкая форма, она очень быстро лечилась. Я не делал подробный разбор, но структура, логика изложения и сама логика этой травмы, она абсолютно точно такая же. Просто там используются другие мышцы, они располагаются в другом месте. Но также точно для каждой мышцы делается своя диагностика, вы определяете, какая именно мышца была поражена. Для этой мышцы в соответствии с ее функционалом вы подбираете восстановительное упражнение, начинаете ее выполнять, постепенно увеличиваете нагрузку и залечиваете свою травму. Ничего сложного в этом нет. Может быть, со временем я сделаю и про латеральный эпикандилит, тоже отдельное большое видео, посмотрим, если на это будет способ. Но у доктора Берга свое мнение по этому вопросу. Давайте послушаем, как он предлагает лечить латеральный эпикандилит. Для тех, кто не знает, народное название латерального эпикандилита это локоть теннисиста, потому что очень часто эту травму получают игроки в большой теннис. По аналогии с ним, медиальный эпикандилит, то есть воспаление с внутренней стороны, очень часто называется локтем гольфиста, потому что его часто получают игроки в гольф. Это связано с чрезмерной нагрузкой именно на вот эти вот мышцы, которые они получают в процессе игры. Ну, это так, справка для тех, кто не был в курсе. Так что давайте просто представим, что у нее действенная локоть спресса. Хорошо, а теперь вот вам секрет. Никогда не работай. Никогда не работай на одной стороне. Я знаю, что это странно. Как и многие дети, они работают на одной стороне, и деймутся месяц, чтобы выдавить лучшие работы на противоположной стороне. А теперь, прежде чем я скажу тебе, как это работает, я просто покажу тебе что нужно делать. У меня просто нет слов. Не касательно людей, которые только что прошли. Прямо здесь, между мной и камерой. Что ж. На этот случай у меня тоже нет слов. Я не ожидал такого, честно, учитывая пространство вокруг. У меня нет слов по поводу идеи, которые транслирует доктор Берг. О том, что не нужно работать в том месте, где у вас травма. А нужно работать с другой стороны. Как это вообще могло прийти в голову человеку, который, я надеюсь, понимает физиологию процесса, происходящего в организме, и знает, как возникает вот это вот самое воспаление в этом конкретном месте, и как оно проходит, как оно лечится. С другой стороны, мне интересно, это его предложение. Оно касается только физиотерапевтов, или хирургам он тоже предлагает с переломами работать точно таким же способом. То есть никогда, никогда, никогда не занимайтесь сломанной рукой. Да? Когда лечите вторую руку, да, вот надо наложить шину или что там накладывается, когда вот иммобилизируется, иммобилизуется часть руки, скажем, там, палец или еще что-то, чтобы оно не двигалось, срасталось, вот надо на другую положить, и тогда сломанная рука сама заживёт. Я, я не знаю. Я, когда первый раз услышал вот это вот, я был просто в шоке, потому что я не представлял, что такие идеи могут возникнуть в голове у человека. Конечно, он еще не объяснил нам свою мысль, да, и что нужно делать. Давайте мы сейчас это послушаем, но... Сам факт. Сам факт. What you're going to do is you find it where it's hurting on this side, and you press on the near image. So, let's say the near image is right on the top part. We're just going to massage this. Now, you could do it on yourself, okay? But you could also press... I'll have someone do it on you. Just show them how to do it. I'm watching this video. So, you rub that right there, okay? So, that should get rid of the pain a bit. But the key is getting the near image exact spot when you rub this. То есть, он предлагает найти ту же самую мышцу, которая у вас болит. Он даже не говорит слово мышц, он говорит то же самое место, да? А, например, по... Как мы все знаем, с медиальным фикантилитом, они все примерно, мышцы, сходятся в одной точке крепления, и болеть будут в одном месте. Но при этом лечение, упражнения, которые вы будете выбирать до восстановления, они будут разные в зависимости от того, какая именно мышца поражена. И вам важно на первом этапе продиагностировать, какая же мышца была поражена мышцами мышцами, чтобы в точности подобрать лечение. Потому что если вы будете выполнять упражнения для другой мышцы, они не приведут к желаемому результату. Я думаю, что с латеральным фикантилитом то же самое. Надо будет посмотреть анатомию, где они все крепятся, но, скорее всего, примерно в одной точке. И все, что он предлагает делать, это массаж. Мои исследования говорят о том, что... Можно сказать пару слов о массажах, которые также очень часто рекомендуют при медиальном эпикантилите. Нужно помнить, что эпикантилит – это воспаление сухожилий. И в этом случае массаж самих мышц может вам помочь только тогда, когда воспаление было вызвано чрезмерным сокращением мышцы, например, из-за наличия в ней триггеров. Тогда массаж мышцы и избавление ее от триггеров позволят увеличить ее длину и таким образом снять натяжение сухожилий и убрать у них воспаление. Также никогда не нужно массировать непосредственно то место, которое у вас болит, потому что там находятся сухожилия, и от их массажа вы ничего, кроме дополнительной боли, не получите. И то, что он рекомендует делать, решать проблему только с помощью массажа, да еще и не конкретной мышцы, а просто вот той области, той точки, где у вас болит, да еще и не той точки, а зеркального отражения той точки на другой руке. Я думал, что когда я посмотрел видео Артема Широкого под мухоморами, он был под мухоморами, не я, то там я видел странные идеи и слышал. Но доктор Берг, это у нас что-то. Сейчас, как вы знаете, что у тебя точно так живет, это будет очень, 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 очень нежно. Когда вы найдете место для этого человеку, то человек думает, что это хорошо, что у вас болит. Тогда мы просто потратили время и разберемся с этим. Мы не закончили. Мы должны работать над мышцами соединенной слотой. Поднимаемся вверх, не беспокойся о том, что у ваших простей, просто поднимайся вверх. Так что мы будем работать над локтем, а затем мы работаем над мышцами на противоположной стройке. А еще тебе предстоит порога над бицепсами и трицепсами. Все в порядке. Теперь над задней частью. И ты будешь массировать вот эти мышцы прямо здесь. Хорошо. Почему? Почему он идет вверх по руке, а не вниз, если у него мышца определенно идет вниз? Если он говорит про медиальный эпикондилит, а не про какие-то другие поражения, которые могут быть действительно связаны с бицепсом или трицепсом, который крепится примерно там в тех же местах, да? Допустим, у вас трицепс тоже будет крепиться где-то здесь. И вы можете спутать боль от медиального эпикондилита с болью от трицепса, да? Ну, с болью от мышц разгибателя, с болью от трицепса. Именно поэтому очень важно на первом этапе провести диагностику с помощью различных функциональных тестов и определить, какая же именно мышца у вас поражена и болит. Он же не делает всего этого. Плюс к этому он почему-то говорит, что на второй руке вы найдете место, которое будет болеть, как именно пораженной руке. Хотя с чего бы ему болеть, если там нет поражения? А травмированная рука другая, я вообще не представляю. Чем дальше мы углубляемся в этот ролик, тем больше у меня вопросов возникает. А теперь скажем, почему это работает. Потому что тазовые кости соединены с медленной костю. Это рука соединена с этой рукой. Через позвоночный стол проходит цепь. У нас в мозгу застоплены с кроватой. Мозг посылает болевые сигналы сюда, можно освободить его. Мы можем поработать с этой стороной, и это заставит мозг сосредоточиться на другой стороне и самым телом. Вот как это работает. Это очень, очень просто. Но это одна из самых волшебных вещей для третьего волоса. Суть в том, что это может исчезнуть примерно на 80%. Но потом ты спрашиваешь, хорошо, держишь сейчас. Но у тебя вот здесь она переместилась в шей, чем в шее, и ты продолжаешься. Что? Я... Это просто революционная идея в реабилитации локтевых тенденитов и пикантилитов. Это же просто. Просто у вас мозг блокирует с одной стороны, вы переносите его внимание на другую, и эта сторона освобождается? Что за бред вообще? Эта сторона болит, потому что она травмирована. Там воспалены сухожилия, они могут быть физически увеличены, или они могут быть немножко порваны, травмированы. И поэтому движение под нагрузкой вызывает боль. Если бы то, что он говорит с идеей с отвлечением мозга, она бы работала, хотя она не работала, то вы бы не чувствовали боли, не знаю, после сна, после какого-то отдыха, после каких-то вещей, которые отвлекают ваш мозг, да? И вы забываете о боли. Но это так не работает. Это так не работает ни с тенденитами, это так не работает ни с переломами. Я не знаю, с чем это вообще может работать, где вы просто отвлекаетесь, и все, и боль навсегда ушла. Я честно скажу, что я не видел ни одной научной работы, подтверждающей подобный подход и его работоспособность. Хотя тему эпикондилитов я очень детально изучал, потому что я несколько лет не мог справиться со своим идеальным эпикондилитом. В том числе я думал, что первые там несколько месяцев, полгода, я думал, что я дам просто покой, отдых, он сам пройдет. Фигушки. Ничего он там сам не прошел. Я два года страдал, ждал, ограничил себя в тренировках. И только когда я взялся за ум, взялся за изучение первооснов, первопричин, разобрался в том, что такое медиальный эпикондилит на самом деле, как его восстанавливать, обнаружил огромное количество упражнений, диагностических тестов, начал всем этим целенаправленно на ежедневной основе заниматься. Вот тогда я смог полностью избавиться от боли в локте. И сейчас я полностью восстановился. Мне чуть-чуть осталось доработать, для тех, кто следит за моей историей, мне чуть-чуть осталось доработать с нервом, чтобы он у меня не болел. И все, этот вопрос я окончательно для себя закрою. Дальше только нужно уделять внимание профилактике. И для этого помогут упражнения из армрессинга. Но это отдельная история. То, что он предлагает... В этом плане есть отличный монолог у одного стендапера. Знаете, как бы называлась альтернативная медицина, если бы она действительно работала? Медицина. И вот эта, наверное, фраза отлично подходит к тому, что он сейчас рассказывает. Если бы этот подход действительно бы работал, он бы без проблем смог бы его показать, доказать, и он был бы общепринят в традиционной медицине. Но есть причины, по которым это не работает. И я думаю, главное из них заключается в том, что вот эта идея не работает. Так что делай это, наверное, как в ночью течение нервы, и ты должен жить. Все в порядке, но если у тебя все еще есть проблемы, есть шанс, и это может быть разрушить. Ладно, это не исправит раз, тебе придется пойти, осмотрите рад, и зашить тегра. Нет, ну если действительно, возможно, если вся ваша боль в голове, и вы ее просто придумали и ощущаете, то отвлечившись на другую руку, она пройдет. Только что-то мне подсказывает, что если вы диагностируете у себя боль, вы ее не придумываете. Она реально существует. И в этом случае нужно понять причину, источник этой боли, определить. То, что он говорит, что эти его магические трюки, я не знаю, как по-другому это назвать, не помогут в случае разрыва. Но в случае разрыва ничего, кроме операции, не поможет, потому что ваша мышца, сухожилие вашей мышцы физически оторвано. Если частичный надрыв, то все еще не так плохо, потому что вы можете увеличить площадь подперечного сечения оставшихся куска сухожилия и закрепить. Все будет хорошо, и даже операции не нужно. Но если он полностью разорван, можете спросить какого-нибудь там Игоря Ковтуна, Андрея Кобелева, еще кого-нибудь, у кого был разрыв мышцы, да, где оторвалось, пришлось там зашивать. Кто-то зашивал, кто-то не зашивал. Но без хирургического вмешательства полный отрыв мышцы не исправит. С другой стороны, конечно, у вас есть большое количество мышц, и мышц сгибателей, и мышц разгибателей, да, которые крепятся. И, соответственно, возможно, в некоторых случаях вам даже скажут, что, ну, пользуясь оставшимися мышцами, это не так критично. И визуально даже не так заметно, в отличие от разрыва, допустим, бицепса, да, или квадрицепса, где визуально будет очень сильно видно, или грудной мышцы отрыва, визуально у них будет видно, да, что что-то не так. Здесь же в предплечье у вас огромное количество мышц, и, соответственно, если вдруг одна из них самоуничтожилась, вы ее самоуничтожили своими дурацкими тренировками или какими-то глупостями, которые вы делали, например, решили заняться армрестлингом, вспомнив молодость на деревянном столе без разогрела, да, то да. Ладно, это я отвлекся. Что касается этого видео, видите, я не зря предупреждал, что беременных и детей надо убирать, потому что то, что мы с вами сейчас услышали, то, что мы с вами сейчас увидели, это просто... Я не знаю, как это назвать. Пишите в комментариях свои впечатления, мне будет очень интересно услышать, что вы думаете по поводу этого ролика, по поводу этой уникальной, инновационной методики лечения медиального, по поводу этого ролика, по поводу этой уникальной, инновационной методики лечения латерального эпикандилита, потому что это доктор Берг. У него на канале полно вот таких вот вещей. Просто какие-то вещи у него связаны с питанием, с гормонами, еще с какими-то сложными вещами, в которые я не хочу лезть. Я не хочу заниматься всей этой биохимией, честно скажу. Это не мое. А вот в том, что касается физики, да, на уровне вот ньютоновской механики, на уровне организма в целом, на уровне простых каких-то вещей, понятных мне, тем более в тех травмах, которых я очень хорошо изучил, как мне кажется. Я вот вижу, я вижу тот бред, который здесь есть. И это печально, что у него несколько миллионов подписчиков, у него сотни тысяч и миллионов просмотров его роликов, и люди верят в это, они думают, что они смогут вылечить подобным образом свои травмы. Это очень печально. На этом все на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout. Если вдруг у вас есть предложение по будущим разборам, если вы вдруг увидели в интернете странный ролик или странного персонажа, который задвигает антинаучную чушь, пишите.